Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Сейчас». Я Олена Кыров. І рада вітати нашого гостя історик, політичний оглядач з Сполучених Штатів Армен Челукчан. Армен, рада вас бачити. Дякую, з чого училися. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава. Армен, наш сьогоднішній разговор хочу начать з последних сообщенья о тому, що відбувається в Верхаді, в Ушому вководстві США по поводу обсуждення помощи Україні. Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер говорит о тому, що Україна проіграє без помощи США, а потім може розколоться НАТО. По його словам, ситуація на фронті може резко ухудшитися через 2-3 місяці. Також достаточні пісімістічні прогнози у представителя администрації президента США. Джо Байдена Джона Кирби. Он говорит о том, що Україна не може відстояти освобожденній території, приходиться покидати їх з-за отсутствия фінансування. Напомінає, що Авдеєвка була буквально потеряна із-за нехватки боеприпасів. Какови сейчас перспективи в ближайшее время уделення необхідної допомоги в Україні? Чем закончилися переговори Байдена з Конгресом? Я сегодня следив за цими событиями, могу вам некоторые подробности сказать. Смотрите, во-первых, давайте мы не будем в таких панических настроениях обсуждать этот вопрос. Почему это делается так? Да, в последнее время демократы, именно демократическая партия и администрация президента Байдена, они избрали именно такую риторику, что если мы даем помощь, Украина выигрывает. Если мы даем помощь, Украина проигрывает. Почему это делается так? Ну, вы знаете, да, про Авдеєвку и про ситуацию на фронте, это частично правда, потому что мы понимаем, что без боеприпасов украинские войска вынуждены будут обороняться. А Путин, учитывая ситуацию, учитывая, что у него выборы, учитывая, что он блефует, у него нет таких ресурсов, чтобы захватить всю Украину, мы же это понимаем, учитывая европейскую увеличивающуюся помощь, учитывая, что месседжи Макрона и так далее, Шольца, мы должны понять вот что. США и именно Джо Байден пытаются поставить ответственность на неудачу или на уже случившиеся неудачи в Украине на фронте, именно в Авдеєвке, и, не дай Бог, на будущие неудачи, именно на спикера Майка Джонсона. Потому что на Трампа давить сейчас бесполезно, просто бесполезно. Его ядерный электораль, его, как бы, сторонники, их ничего не интересует. Я вам хочу просто одну вещь сказать, чтобы вы поняли. Смотрите, да уже ясно об этом говорят, уже, как бы, смешно, да, и смешно, и грустно одновременно, потому что здесь есть такие известные ток-шоу. Вот, я смотрел, вот, не знаю, вы знаете, Джимми Киммела или нет, он очень известный ведущий, очень известный в США. Ну, вот он в своей передаче просто, просто, знаете, очень грубо дразнил сторонников Трампа, и они это доказывают на деле. Просто они делают опросы, вот, например, Сауд Корольный, когда был ли премьер, после этого они делали опросы, они спрашивают вот про тот бред, который говорит Трамп, но говорят, что это сказал Байден. И вот сторонники Трампа говорят, ну, у него там деменция, у него, уже он вообще ничего не знает, что говорить. Ну, они просто пересказывают то, что сказал Трамп, только говорят, что это сказал Байден. И они начинают просто говорить в адрес Байдена то, что приходит на голову, на ум. И вот они говорят, ой, извините, мы ошиблись, это не сказал Байден, это сказал Трамп. И тут начинается вот оправдание, и тут начинает защищать Трампа, ну, может быть, он это сделал потому, что так, ну, может быть, у него какие-то исследования, может быть, и, понимаете, и они начинают оправдывать этот весь абсурд. И вот на этой передаче именно я слышал, и ведущий говорит, что, смотрите, вот, есть некоторые исследования, что Трампа поддерживают те, которые даже колледж не окончили, у них даже нету, ну, степени какого-то, ну, после колледжа, колледж-декре, так они говорят, что у них даже нету образования колледжа. То есть они еле окончили школу, там, примерно так. Чтобы вы поняли, что бы сказал Трамп, смотрите, сейчас мы стоим на, на красной линии, как бы у нас скоро будет шатдаун. 1 марта частичный шатдаун будет, 8 марта будет уже полный шатдаун. И Трамп знает, что, несмотря на то, что вот от шатдауна пострадают даже собственные избиратели, он все равно идет на то, потому что он сможет спокойно сказать, что вот смотрите, в этом шатдауне виноват Байден. И все, и ему поверят, и никто не спросит Трампа, ну, ты же сейчас в Конгрессе, ну, республиканская же партия сейчас правит в Конгрессе. На самом деле сейчас у тебя еще больше власти, чем у Байдена, если смотреть так, что творится сейчас, да. И он знает об этом, и он идет на эту подлость, понимая, что вот он тем самым более агрессивным делает собственный электорат против Байдена. Почему? Потому что он также понимает, если в выборах он проиграет, ему надо будет вот это вот настолько зарядить негативной энергией этот электорат, чтобы еще раз вот попытаться после проигрыша направить их в Белый дом для восстания, грубо говоря, поднять в восстание. Потому что он понимает, если он проиграет, он с большой вероятностью сядет. Он сбежит из страны, и он из-за границы просто будет призевать своих сторонников идти на какие-то штурмы, поднять восстание. Я в этом просто сейчас уверен, понимая, что творится. И вот, понимая, что от сторонников Трампа, от Трампа нечем, нечего добиться, они пытаются играть на здравом смысле как бы Джонсона, потому что Джонсон молодой, ему говорят, слушай, посмотри, это все будет, ты просто будешь сожалеть. Человек, если вы слышали, Чака Жумера, он сказал, что ты будешь сожалеть, и каждый год я тебе буду это напоминать, в этом ключе, понимаете? И каждый раз это будет на твоей совести. Если сейчас Украина потеряет какие-то территории, если сейчас Украина, не дай бог, проиграет, это будет на твоей совести, потому что сейчас поддакивая Трампу, ты губишь свою собственную карьеру. Кстати, об этом намекнул также руководитель, ну, финансовая служба, так сказать, перевести, ну, в Конгрессе есть, который руководит Патрик Маккенри, который сменил временно, когда не было спикера Кевина Маккарти, пока избрался Джонсон. И вот было интервью в CBS у Патрика Маккенри, и он так бы, ну, пытался как бы и не осуждать Трампа, но в одно и то же время он призывал, ну, как бы, с травмным смыслом. Он был, будучи республиканцем, он, насколько я понимаю, он все-таки ближе к Маккарти, он намекнул, что при Маккарти было лучше точно, то есть и Маккарти там тонко намекнул, и сказал, что, ну, нельзя же так, надо править, надо править с результатом, надо чего-то добиваться, не надо допускать шеста, надо помогать Украине и так далее. И он просто уходит, он больше не будет оставаться в этом Конгрессе. Он намекнул, что вот это не та республиканская партия, ну, он консервативный, но не до такой степени, понимаете. Он очень по тонкой линии шел в этом интервью. И сейчас и Байден, и Шумер, и Хаким Джеффрис, они понимают, что единственный выход – надавить именно на Джонсона. Это один вариант. Второй вариант – это набрать 218 голосов и ввести в повестку, обойдя Джонсона. Ну, там есть еще третий вариант, но этот третий вариант, он не использовался, ну, как сказал Патрик Макхенри, он не смог, то есть, не то что десятилетиями, он даже не помнит, когда это, когда прилили к этой статье, то есть он намекнул, что вот этот третий вариант есть, но он даже не знает его последствия, как он будет действовать. И сейчас ситуация такая, то есть единственное, что я понял, ну, намекнул Шумер, что да, позитивная была беседа, беседа была напряженная, он сказал, очень интенсивная напряженная, особенно по вопросу Украины. Но он также сказал следующее, что вот почему такая очередность? Вот Джонсон сказал, что поддерживает Украину, он это сказал. Он не против этого пакета, да, но он говорит сперва граница. Почему такая очередность? И Шумер сказал, что он не объяснил, почему именно такая очередность, почему связывать сейчас, он не сможет, я не смогу украинскому солдату, типа, ну, в этом ключе объяснить, почему нету сейчас этой помощи. И он сказал, что Майк Джонсон так и не смог объяснить, почему он наставит именно на такой очередности. Обобщая встречу Байдена и Джонсона с другими лидерами партий, я вам еще скажу, прибавилось ли у меня оптимизмом? Нет. Нет, потому что, ну, я так понял, что все-таки не был достигнут прогресс. Потому что... Время еще есть для достижения этого прогресса? Смотрите, следующие два-три дня будут очень напряженными. Я думаю, не до вопроса Украины будет, потому что здесь шутдаун. И уже здешние вот каналы, очень известные, такие каналы уже предупреждают. Вот это программы ветеранов, это хаузинг-программы и так далее для ветеранов, это помощь для людей low income. В 8 марта вообще и Пентагон не будет получать денег на финансирование, то есть страна просто будет стоять, ничего не будет происходить, все пойдет... То есть никто не будет работать, понимаете? Никто не будет работать, нет денег, нет... И я не понимаю вот сейчас, чего хотят они добиться. Если вот именно, смотрите, вот я чего еще боюсь. Если сейчас Джонсон пойдет на избежание шутдауна и не получит ничего такого, чтобы вот просто убило бы рейтинг Байдена или бы... Потому что, я вам скажу, Трамп прекрасно понимает, что у него не такие уж слишком большие шансы выиграть или обыграть Байдена. Он понимает, что у него репутация такая себе. И он понимает, что вот именно надо надавить на тех людей, именно которые сомневаются, потому что у него еще и проблемы с собственной партией. Я вам скажу интересную деталь, что вот есть очень интересные исследования. Вот, например, институт Куинни-Пак, университет, сделал свои исследования. Вот буквально пять или шесть дней назад стало известно, что вот по исследованию институт Куинни-Пак, там Байден опережает Трампа на генеральных выборах с 4% на 4 поинта. И там получается 49 на 45. Если еще и будут какие-то независимые кандидаты, вот, например, есть Робертов Кеннеди от демократов, который хочет выставить свою кандидатуру, не имея никаких шансов. Ну, я думаю, это тоже политические игры. Но он просто отберет голоса 2 или 3% от Байдена, что очень плохо. Вот даже учитывая, что есть некоторые кандидаты, которые пойдут как независимые на выборы, даже в этом случае Байден опережает Трампа на 1%. Вот такая статистика. Еще одну статистику я вам скажу. Смотрите, есть вот после этих праймерис, значит, ну, каждый канал, каждый институт, университет, ну, очень много организаций. Смотрите, эти полы у нас постоянно и постоянно. Но интересная деталь. Каждый пятый республиканец не готов голосовать за Трампа. Это еще одна интересная деталь, которую я хотел вам сказать. Это очень интересно. Потому что вот всегда делаются опросы, особенно среди сторонников Нике Хейли. Вот в Сауд-Кар-Ани были выборы. Правда, там участвовали и демократы, они не участвовали в выборах Байдена, потому что тут о всем понятно. Они пошли, там было открыто, да, и некоторые беспартийные участвовали. Особенно они пошли голосовать за Нике Хейли. И о чем это говорит? С одной стороны, да, но эти 40 процентов Нике Хейли, это не только республиканцы. С другой стороны, мы понимаем, что есть вот такие беспартийные люди, которые, они боятся прихода Трампа. И именно вот сейчас борьба идет за эти беспартийные голоса. И вот что произошло? Вот именно те, кто пришел голосовать за Нике Хейли, 82 процента сказали, что ни в коем случае они не будут голосовать за Трампа, если его осудят. То есть это от 40 процентов, 82 процента сказали, что ни в коем случае они не будут голосовать, если его осудят. А 78 процентов, они не готовы сейчас на данный момент голосовать или сказать, что они поддержат Трампа. Вот такие у нас статистики. Не означает, что это, что у Трампа нет шансов? Нет, у Трампа есть шансы, потому что очень много и беспартийных тоже поддерживают Трампа. И надо понимать, что они вот просто бок о бок, они очень близко идут друг к другу. Трамп понимает, что если у Байдена, у Байдена с экономикой все хорошо, ему надо разрушить эту экономику, ему надо страну поставить шаттан, ему надо просто все эти. Понимаете, сейчас статистика очень хорошая для Байдена. Он хочет все эти цифры снизить. У нас биржа вообще такие цифры, что просто рекордные. У нас цена на бензин падает. И вот все это нервирует Трампа. Ему надо устроить хаос, ему надо устроить кризис. Понимаете, в чем вопрос? Потому что вот сейчас на данный момент, если пойдут дебаты между Байденом и Трампом, то Трампу нечего будет предъявить особенно, потому что у Байдена все хорошо с экономикой. Вот эта Байденомика, она очень хорошие результаты показывает. 40 миллионов рабочих мест, да, и так далее. Очень много показателей. Рост экономики хороший, самый большой рост в мире, ну, как говорит Байден, да, самая лучшая ситуация. И вот сейчас, учитывая вот все это, ему надо устроить хаос. Понимает ли это Джонсон? Хочет ли Джонсон угробить себя вместе с Трампом? Какие у него расчеты? Ну, это мы увидим, сейчас на днях уже будут договариваться о бюджете и так далее. Если Джонсон пойдет на избегание шатдауна, тогда его могут снять маготрамписты. Но здесь надо понимать, что в этот раз, вот если Джонсон пойдет на принятие пакета по Украине, сейчас его демократы спасут. У меня вот такое, вот если несколько месяцев назад я не был уверен, что Маккарти спасут, но сейчас, ну, вот я уверен, что его спасут, потому что если сейчас он поддержит Байдена и пойдет по нормальному такому хорошему пути, будут принимать бюджет, будут принимать помощь по Украине, я уверен, что не дадут просто снять Джонсона. Какой выбор будет у Джонсона? Я не знаю. Шансы на то, что республиканцы, сейчас очень мало числа республиканцев поддерживают. Вот дали подписи, согласились дать подписи на принятие законопроекта. Но смотрите, сейчас надо обойти, перебороть вот этот шатдаун. Если шатдаун случится вообще, это не до Украины будет точно, понимаете? А потом надо понять, вот здесь в республиканской, в демократии партии есть около, ну, приблизительно до 20 человек, если так, ну, очень приблизительно посчитать, которые могут не проголосовать за этот пакет. Почему? Ну, от 12 до 20, там, так скажем, да? Они поддерживают, которые не поддерживают, не Украину, Украину они поддерживают как раз, они поддерживают Израиль в войне с Хамасом. Ну, они понимают, ну, Хамас, это террористические ограждения, но уже слишком очень много людей погибло, около 30 тысяч и больше погибло в секторе казна. И вот они не хотят, чтобы это продолжалось. И вот здесь Нетаньяху очень плохую услугу. Вот сейчас в Мичигане будут праймерить, и там очень много мусульман, особенно палестинцев, которые не хотят поддерживать Байдена, именно потому, что он не может остановить вот эту войну на Ближнем Востоке. А Нетаньяху понимает, что если война остановится, его просто снимут, потому что народ Израиля ждет, пока все это закончится, чтобы Нетаньяху просто, у него карьера может закончиться просто. И он, понимая это, он продолжает и продолжает, и это очень плохой путь. Байден, сейчас мы видим особенного. Байден сказал, что, кстати, что в следующий понедельник может быть перемирие, то есть, ну, я так понимаю, временное, но Нетаньяху удивился, сказал, я об этом ничего не знаю. То есть, уже явно Нетаньяху начинают нервировать американскую администрацию, он ведет себя нагло в этом вопросе, а мусульманское общение требует от Байдена остановить все это. И сейчас вот на этом фоне вот есть некоторые демократы, которые не хотят, то есть, не хотят принимать этот закон, потому что там есть помощь Израилю, военная помощь Израилю. Так что вот такая сложная ситуация. Есть надежда? Да, надежда есть. Но явно ситуация для меня не оптимистическая. Статья, которая вышла в New York Times, посвящена она Центральному разведывательному управлению, сотрудничеству с украинскими спецслужбами, но в частности в этой статье также утверждалось о том, что 15 февраля 10-й за последние два года совершил визит в Киев директор ЦРУ Вильям Бёрнс. Ну и вот как об этом трактует New York Times, это является сигналом о том, что ваш нуктон и дальше будет поддерживать Киев. Как вы отнеслись в целом к этой статье и в частности к визиту Бёрнса? Потому что в этой же статье New York Times, с ссылкой на свои источники, говорили о том, что некоторые офицеры украинской разведки спрашивали у американских коллег о высокий риск повтора той ситуации, которая была в Афганистане. И вот как делает заключение New York Times и вывод в этой статье, что как раз визит Бёрнса был сигналом того, что ваш нуктон будет оказывать, будет постоянно с Украиной, будет оказывать постоянную поддержку. И вот этот его десятый уже визит за последние два года был таким сигналом. Ваши комментарии. Смотрите, я не специалист в этой области, но я согласен с этими выводами. Но также учитывая вот у нас ситуацию, я думаю, что, понимаете, сейчас администрация Бёрнса пытается объяснить этим экстремистам, что сейчас наша ЦРУ потеряет союзников. Вот то, что они создали, это очень важная сеть. Они для нас добывают очень полезную информацию, которую мы не могли сами добыть и так далее. Очень важную информацию. Потому что, смотрите, держать американского агента в России, это очень сложно. Он спалится сразу же. Вот это находка для американцев. Вот украинская разведка, это находка американцев, используя украинскую разведку в России. И они не будут вынуждены сами вербовать или и так далее. Просто они будут использовать, сфинансировать и подготавливать украинскую разведку для того, чтобы получать информацию. И насколько я понял, это была очень эффективная программа. И они тем самым пытаются... Вот почему эту информацию слили? Потому что, чтобы объяснить вот этим дегенератам, извините за выражение, что вот у нас такая ситуация. И, понимаете, Бёрс обеспокоен. Если не будет принят пакет, там же это так же будет... Вот на эти программы идут спонсирования. А сейчас, если будет шатт-даун, вообще денег вообще не будет. Так что я думаю, что демократы и администрация сейчас тянут время. И они понимают, насколько важна для них Украина. Вы видите, не знаю, вы знаете или нет, вы Байден все время, даже на этой встрече... Вообще сейчас он куда идет? Он был, кстати, вчера на ток-шоу был интересным. Я посмотрел. Значит, он всегда носит сейчас значок, где американский флаг прикреплен к украинскому флагу. Всегда. И я понимаю, что просто они пытаются сейчас тянуть время, и надеюсь, что разум у этих экстремистов, ну, хотя бы у некоторых из них проснется. Не знаю, проснется ли нет, разум возобладает или нет, я не знаю. Честно говоря, я уже ничего не могу предсказать. То, что, понимаете, потому что вот стыдно, просто стыдно, просто для меня тоже было. Вот та поддержка, которая есть у Трампа, и то, что он кормит тем, что он хочет, он говорит всякую чепуху, бред он несет, и это все проглатывается. Ну, знаете, вы извините, он будет работать на... И еще неизвестно, кстати, я уже сомневаюсь, вот поймет ли, вот большинство населения, большинство, ну, так сказать, электората поймет ли, вот что вот причина этого кризиса именно Трамп. Или Трамп просто, у него ставка такая, что вот создать кризис и обвинить в этом Байдена. Как будут происходить события, я не знаю. Но очевидно, что Трамп идет в Абанк. Очевидно, что он уже поливал на все, да разумно. Ему нужно победить, и он для этого делает все. Готовы ли с ним пойти, ну, политики, которыми еще и жить, и жить, и быть в политике в Америке? Я не знаю. Я не знаю, то, что сейчас происходит, это абсурд. Не понимают ли... Нет, они прекрасно понимают. Но почему они продолжают идти на поводу? Да потому что у них выборы Конгресса. А если Трамп, они пойдут против Трампа, они понимают... Вот сейчас был в Сауд-Каролине, смотрите, как приняли Линдси Грэема. Потому что он, да, в некоторых случаях он может быть высказать немножко иную точку зрения, чем... Несмотря на то, что он всегда пытается там опять пойти к Трампу на поклон, но даже в этом случае его освистали, понимаете? И Трамп тем самым показал свою силу. Он показал, что если захочет, его будут освистывать, его не изберут. Тем самым он показал свою силу. Пойдут ли на это? То есть сколько человек готов? Готовы хотя бы временно отказаться от политической деятельности. Потому что если Трамп изберется, все, у них карьера закончится на некоторое время. А никто из них не будет избираться. И они прекрасно это понимают. Я не знаю, кто готов пойти на такие жертвы. Потому что самые демократы уже, уже самые демократы говорят, что надо идти, уже надо понимать, надо идти на эти жертвы, потому что вы уже играете с интересами Соединенных Штатов. Вот и все. Я не знаю, как... Ситуация очень сложная, вы не понимаете, что тут творится. Я уже, я сам уже не могу понять, как буду с этим бороться. Ну, очевидно, да, подытоживая нашу с вами сегодняшнюю беседу, ближайшие недели будут решающими, правильно? Да, да, естественно. Я думаю, что вот, смотрите, еще что разозлила Лила Чака Шумера, что Джонсон говорит, что, во-первых, сперва граница, а во-вторых, Джонсон говорит, да-да, я хочу принять помощь Украине. Да нет, нет проблем, да, я поддерживаю, я не люблю Путина. И так далее. Несмотря на то, что, насколько я знаю, он не голосовал за помощь Украине. Насколько мне известно, может, я ошибаюсь. Но он сейчас говорит, да, я не против. Но он говорит все со временем. Вот приблизительно так, со временем. Ему говорят, слушай, ты что, ты дебил, что ли? Что со временем? Там люди умирают, там украинские войска теряют территории, города, селы. Ты что, ты что со временем? Когда это время, да? Ну, некоторые республиканцы, они пытаются так спасти ситуацию. Но это не будет несколько месяцев. Это будет в марте и так далее. И через 2-3 недели. Вот есть, у вас был такой предатель, который все время говорит, 2-3 недели. Да, сейчас он вместе с Путиным пытается обвинить Запад в чем-то. Ну, вот сейчас у нас такая пресловутая, это 2-3 недели. Ну, я не знаю, я просто неизвестно. Сейчас давайте сконцентрируемся на шаттауне. Реально. Вот сейчас 2 дня у нас, 2 дня, среда и четвертый. Если до ночи пятницы ничего не будет сделано, тогда все, уже частичный шаттаун. А если до 8-го не договорятся, тогда уже полный шаттаун. А после этого, а 8-го числа, если сейчас не примет бюджет. Смотрите, если сейчас примет бюджет, хотя бы до 5-го марта есть какой-то шанс. Очень маленький, что, например, проработают до, например, 1-го примет бюджет, потом до 5-го марта, ну, понедельник проголосует за помощь Украине, а потом Супер-Тюзды. А после Супер-Тюзды уже будет очень сложно. Ну что ж, следим за развитием событий. Арман, благодарю вас за то, что рассказали, поделили, собственно говоря, что происходит в Соединенных Штатах. В ваш взгляд как человека, который, собственно говоря, там и очень четко чувствует и тонко чувствует все вот эти политические настроения. Будем следить за развитием событий. Всегда вас рады видеть на канале сейчас. Я надеюсь, в ближайшее время все-таки будем обсуждать какие-то положительные решения Конгресса. Надеюсь, я надеюсь, я не теряю надежду. Субтитры создавал DimaTorzok